Так уж получилось, что с историей ГАИ, и это моя жизнь, потому что первоначально я сдавал свои права на Левом берегу, не помните? Да вы много чего не помните, я там сдавал права. Было дело. Местечко было такое страновастое, и доехать туда было очень-очень сложно. После этого ГАИ перенесли в другое место, тоже на Левом берегу. Да, и в свое-то время у меня права забрали, мне просто оттуда пешкодрампом добираться. Хотя в принципе был абсолютно трезвый. Ну да ладно, сейчас вообще не стоит бухать, если честно. Потом ГАИ перешло на советскую 160, туда. Опять же сложно было добраться. Сегодня и сейчас это улица Советская. А, какого здания? Но все равно, даже невзирая на то, что здание хорошее, красивое и практически рядышком, то есть трамвайная на основе, все остальное, но надо понимать, что даже если вы сюда пришли, вы получаете некоторые проблемки. Но как эти проблемки решить? А решается они достаточно просто. Достаточно просто выйти, или, допустим, когда вам машину поставить, тут парковочка есть красивая, не поворачивать голову в сторону ГАИ, а повернуть голову налево. То есть там направо, поворачиваю налево, и у нас все решается легко и просто. Про учебу я вам как-то говорил. Но есть другой вариант. Нельзя объять необъятное. К слову, необъятным для нас это все, что связано с ГИБДД. Не в курсе? Каждый год, каждый месяц неоднократные изменения. Всегда. Мои права 1991 года, и это что? Вы сдали 10 лет назад, и это что? Все меняется неоднократно. И вот вопрос. Не каждый может следить за событиями. То есть что-то видит, и не знает, и не понимает, как это обусловлено на практике. Во как! Теперь, где это место, которое хорошо расположено? Так оно расположено здесь же, прямо напротив ГИБДД Магнитогорска. К слову, об умных человеках. То, что продается в России, это далеко не качество Японии и США. К слову о том, что нормальные машины завершились в 1997. Уже большее количество автомобилей не переживут 10 лет. Это ли хорошо? Ну, я не знаю. 10 лет в сроком организации. Но умный найдет хороший автомобиль из нашей умом непонятой страны и привезет его. Но как поставить? Так вот, либо это проблема, либо это проблема решаемая. На сегодняшний день, скажем так, есть два момента. Первый, когда человек имеет возможность физически приехать сам в ГИБДД. Мы ему готовим полностью документы, записываем через госуслуги. Стоять! То есть человек даже в госуслуги не залазит? Ну, он предоставляет нам свою запись. Мы за него все это делаем. Делаем сразу же это правильно, чтобы он не ошибся в плане госпошлин. Поплатил именно ту, которая нужна. Его задача остается только в следующем. Проехать на площадку осмотра, подписать талон осмотра, который также мы даем заполненный. И подать документы в окошко инспектор. Это первый вариант. Второй вариант, когда он нам просто предоставляет документы, подписывает доверенность, и мы все делаем целиком за него. По окончании регистрационных действий просто забирают документы, госномера и все. А если человек верит вам? Если верит, да, мы готовы привезти автомобиль, пройти площадку осмотра и предоставить ему полностью все. Также, да, мы работаем через эвакуаторы. То есть с автосалонов на эвакуаторе собирается автомобиль, привозится на площадку осмотра. То есть машина при этом по городу не колесит. Тоже так можно даже сделать? Возможно и так. Ух, как хорошо, интересно. А все остальное, то есть те вещи, которые я в принципе не знал, что это за вещи, которые вы можете людям предложить? Что именно не знали? В плане регистрации транспорта бывают, да, соответственно, дела по наследству. И в данном случае люди зачастую, когда переоформляют машины, ошибаются как минимум в госпошли. В данном случае меняется ПТС. Это нововведение, скорее всего, этого года, и большинство людей до сих пор об этом не знают. Также, если автомобиль был приобретен ранее, или, например, забрали по трейдину в автосалоне, менеджеры автосалонов обычно говорят, что номера у них останутся. Люди оплачивают неверно госпошлины, но на удивление, когда они приходят в ГИБДД, инспектор сообщает, что предыдущий собственник автомобиль уже снял с регистрационного учета. Соответственно, свидетельства о регистрации госномера выставляются в арест, и человек не сможет себе оставить те номера, требуется замена. Все это мы заранее смотрим, проверяем, соответственно, вот этот момент, он уходит. То есть, в принципе, гораздо проще заплатить вам деньги и не парить мозги? Абсолютно верно. То есть, причем, не сильно выйдет дороже. То есть, абсолютно в те же деньги, плюс-минус 200-300 рублей, относительно того, чтобы человек это делал самостоятельно, но допустил еще ряд ошибок, переделал, тратил свое лишнее время. Лучше сделать это один раз и правильно. Тут варианта нет. Можно самим пропыхтеть. Вот только время. День вылетит у вас. Меньше не получится. А если номера не читаются, это я про тех, кто к нам везет из мест соленых-соленых. Вот для них проблема. Но грамотные специалисты госномера 774 доведут автомобильные документы, как и номер, до кондиции. А это и есть их работа. К слову, вы посчитаете по часам и по событиям. Коих вы не знали, но коих присутствуют. Хотите так? Вперед! Я не хочу. Я такой же стандартный человек, как и вы. С такими же тараканами в голове. Пусть мои тараканы живут своей собственной жизнью. Им не надо морочиться. Есть то, что работает. Делает все за нас. В следующий раз, в следующий раз я так и сделаю. Я так и сделаю. Просто зачем мне это бегать? Зачем все это делать? Потому что есть специалисты. Понимаете, я не так часто покупаю автомобили. Не так часто. Я даже вообще их не так часто покупаю, если честно. Меня интересуют уникальные машины, которые затем идут под восстановление. И в смысле о том, есть ли у меня желание находиться там или проще за небольшую сумму сделать все это дело ровно, красиво и без проблем. Для себя, естественно. Я делаю и предлагаю вам второй вариант. Зайти и отдать документы. Ну, естественно, заплатить, потому что у нас все не бесплатно делается. Но с другой стороны, давайте все-таки определимся. Или вы принесли туда, и вас там хлопучат, хлопучат, хлопучат. Или вы, допустим, поехали в ресторан, ну или, допустим, в кафе, в столовую по-домашнему. Я скажу, что столовая по-домашнему это еще тот, вот такой ресторан. Расслаблялись, покушали. А потом либо сюда заехали, либо к вам привезли все документы. То есть машина-то может быть и у вас рядом с домом или рядом с работой.